ЛОСТ АРК Это, кстати говоря, не простой сервер, это сервер быстрой прокачки, на который вам в самом начале дают билет возвышения бесплатно, который сразу поднимает вас наверх по уровню. И также он будет более месяца отделен от других серверов, то есть можно действительно начать с нуля, догнать всех остальных и это будет действительно равный старт для всех. Сервер этот будет у нас с сегодняшнего дня, я вот снимаю 29 мая сегодняшнего дня и по 9 сентября. Далее всех персонажей, которые создали, можете перенести на основные сервера, а на этом сервере можно хорошенечко бустануться. Так что, если хотите начать, друзья, ссылочка в описании, игра совершенно, полностью, бесплатно. Заходите, скачивайте и начинайте на новом сервачке, на котором начну и я. Кроме того, на нем есть особые события. Это события отдельные от других серверов, Мококо Экспресс и Великое Путешествие. Мы в них обязательно поучаствуем, ну, в путешествии поучаствуем. А вместо Мококо Экспресса мы поучаствуем в Супер Мококо Экспрессе, который тоже доступен до 25 сентября сегодняшнего дня. У нас есть 4 события, то есть вот одно только для сервера Процей доступно, и 3 события доступны для всех серверов. Но учтите, можно события начать только одним персонажем с любого сервера. Как только вы его начали, никаким другим персонажем, ни на каком другом сервере его начать нельзя. Так что, это важно, друзья. А ну что ж, давайте создавать перса Монаха. Это у нас воин. Клёвый вообще вот идет вставочки. Монах-мужчина. Бэм. Бэм. Ой, класс. Привет, красавчик. Так, у нас есть выбор внешности. Очень-очень-очень много разных вариантов. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот монах. Пускай будет такой вот монах. И его будем мы называть. Тут, видите, много есть разных вариантов. Можно голос настроить, макияж, кожу, глаза, волосы. Чё хотите вообще, то и настраивать. Я вообще быстро делаю персонажей. На этом особо внимания не заостряю. Выбираю что-то, что классно выглядит, между прочим. И начинаю игру. Ну, пускай он у нас будет гидом. И мы начинаем. Билет на возвышение можно будет получить из магазина после начала игры. После того, как мы выберем класс. Для начала нам нужно определиться. Говорят, что история об одиноком монахе не вымысел. Говорят, он ещё недавно ходил среди нас. А теперь весь Аньшу знает его имя. Он был славным бойцом школы когтя. Перепауза. В ночь, когда пришли демоны, он остался единственным когтем на свете. Тот монах не стал искать новых братьев и мастеров. А решил в одиночку пройти путь отмщения. Ну, ты чё, один в поле не воин? И прикончить как можно больше демонов. Долгие годы он закалял дух и тело. Готовясь принять смерть в бою. Но судьба сложилась иначе. Ух ты ж какие. Монах выжил в решающей битве. Победив, он не зажил, как все. А отправился в вечное странствие. На поиски демонов. Потому что знал, что должен и дальше бороться с тьмой. Конечно. Поэтому по всему Аньшу помнят его гордое имя. Гитт. Твое имя. Скоро, я думаю, нейросети встроят, и они будут озвучивать прям на ходу твой ник. Ой, потеха будет. Я ждала тебя. Я польщен. Твое появление предсказано в книге пророчеств. В Лос-Тарке все эпично. Максимально. Это Тризион. Граница миров. Призма всего сущего. Классная озвучка. Следуй за мной. На свет. Иди на свет. По радужному мосту. Высший порядок нарушен, и будущее миров окутал туман. Демоны, что пребывали во тьме Фетрании, пробудились. Они несут хаос и погибель. Только одна сила способна их остановить. Сила Кулака. Итак, кастеты. Или силовые перчатки. Стальной Кулак. Да, это он. Сила атаки у нас с сильной стороны. Подвижность вообще максимальная практически. И защита очень даже неплохая. Класс. Так, в бою Стальной Кулак использует умение Ки и Духа. Накапливает энергию равновесия, чтобы принять стойку Золотого Дракона. Так. Так, хорошо. Ну ладно, мы потом по ходу разберемся. Завершаем тренировку. Стальной Кулак. У всех уникальные появления. Так круто. Епичненько. Многое забыто и почти не осталось тех, кто помнит, но все же они есть, найди их и не страшись тьмы, ибо тот, кто следует за первозданным светом, не одинок. Они все увидели. Рождение новой легенды. Это я. А вот и наш знак. Пора в путь. А? Но зачем, мастер Шанди? Повидать старых друзей. Встретить новых. Ладно, Юда. Джендри, пророчества ждать не будет. Куда вы, мастер Шанди? Эй, ну не так же быстро! Подождите меня! Как он так поскакал? Скажите мне, как он так поскакал? Так, дальше у нас идет пролог. Мы его пропустим. И возвращаемся в главное меню, где мы можем пройти возвышение, дорогие друзья. Вы сможете использовать пропуск Тризиона, событийный, который можете взять в магазине. Я же сейчас сыграю чуть-чуть заранее, поэтому апаюсь за голду. Возвышение... Ну как голду, за... За кристаллы. Возвышение Валдайк. Мы сразу же перемещаемся в Холинару и получаем 1520 уровень снаряжения. Что же? Давайте это сделаем. Чтобы сразу же, сразу же, сразу же, дорогие друзья, перейти к топовому контенту. Эта история началась в Артемисе, в священном краю под властью Ордена Первозданного Света. Там тебе повстречался молодой жрец Аман, который разыскивал ковчег. Ну прям Скайрим начало. Во время ваших странствий секрет жреца раскрылся. Он был Дероном, в чьих жилах смешалась кровь человека и демона. Но это не стало препятствием вашей дружбе. Вдвоем вы пересекли соляные пустыни Юдии и добрались до королевства Лютерия. В то время народ Лютерии страдал под гнетом жестокого регента Эрхарда. Прибегнув к помощи демонов Кармиана и Волдена, регент обрел огромную мощь. Опять демонюк какая-то. Вместе с Аманом вы пришли на помощь принцу Силиану, законному наследнику престола и бросили вызов узурпатору. Итак, друзья, пропустили мы все то, что уже видели. Ну, раньше я когда играл, я это уже все видел. Я думаю, многие из вас тоже. Отправляемся в путь в свободное плавание, наконец-то. Щит и мяч. В Холинару, путь мастера. Закалите свою волю и дух в опасном путешествии. Вы только взгляните на этого колосса. Вот эта ножка. Мог бы похвалить. Так, друзья, мы находимся в Холинаре. И у нас есть великое путешествие. Это вот тот... О, какой котик милый. Это вот тот самый... Как раз то и то самое событие уникальное для этого сервера. Давайте его откроем. Великое путешествие. Вот. У нас есть обычные награды. Где у нас открыть? Здесь открыть, открыть, открыть. О, получили. Первый уровень уже получили. Все награды. Вот. У нас есть все награды. Слева мы видим обычный список наград, который может получить любой. Справа мы видим премиум награды, которые можно получить за счет дополнительных вложений, так сказать. Вот. У нас тут куча всяких достижений вываливается. Итак, премиум статус. Стоит 899 кристаллов. Благо мне специально, чтобы вам показать, накидали этих кристаллов. Я их, конечно, с собой никуда не утащу. Вот. Покупаем. И у нас теперь есть премиум награда. Забираем ее как раз. Благословение Беатрис на 7 дней мы получаем. Это у нас что? Это премиум подписка на неделю. Забираем ее тоже. Давайте-ка зайдем в инвентарь и ее активируем. Готово. Письмецо. Свернутая записка. Можно прочесть. Привет, я инвентарь и инструктор для начинающих. Помочь благополучно обосноваться в окрасе. Откройте сундук с экипировкой возвышения. Это как раз то, что мы сделали, который лежит в рюкзаке. Так, пойдем. Экипировочка сокровища вечного солнца. Это... Ага, это у нас серебро. А это сундук возвышения Валдайк. Открываем его и... Можете выбрать один предмет из списка. Так, значит у нас есть... Снаряжение Дикой Погони, Чародейское Торжество. О, а, слушайте, я вспомнил. Вот что. Не важно, что брать сейчас. Оно все равно потом поменяется. В зависимости от выбора... Ну, дальше там будем выбирать другое. Так что... Ну, я возьму, наверное, что... Что? На что здесь? Буйство элементов, силовые перчатки. Сокрушитель ярост. Сокрушитель ярост. Ну, звучит хорошо. Берем сокрушитель ярост. Так, открываем. Открываем. Надеваем, 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 надеваем. Так, а особые миссии. Что у нас тут есть? Как раз-таки, друзья, Супер Макако Экспресс. Вот к нему мы присоединяемся нашим персонажем, который у нас как раз к нему готов. Уровень снаряжения ниже требуем. А что это у меня? У меня вроде все. У меня вроде все. А ну-ка давай проверим. Персонаж, персонаж, персонаж. А, это что такое? А это штанции завалялись. У меня какие-то поганые. Так. О, другое дело. Так, 1520. Не старье, а винтаж. Вот. И теперь снова давайте попробуем поучаствовать. Теперь уровень снаряжения должен полностью соответствовать. Отлично. Сменить персонажа участника можно один раз. А, кстати, смотри. Сменить можно. Выбрать персонаж для участия. Ага. Если персонаж-участник воспользовался эффектом поддержки. В Хантура сменить его нельзя. А, видите, есть какие-то интересные условия. Значит, все-таки сменить можно. Стиль. Вот. Мы можем выбрать стиль. Да что ж такое-то? Сердцебиение просто невыносимо. О, наконец-то. Аллилуйя. 25% видимо здоровья появилось. Так. Вы можете получить предмет и гравировка для персонажа, участвуя в событии. Стиле. Стиле, стиле, стиле. Страж печати или темный кулак. Шкалу отречения заполняет лишь поочередное применение умений Ки и умения Духа. Но это того стоит. Или в стойке Золотого Дракона можно использовать умение Звезда Восточного Неба. О, разлом хаоса. Не знаю, что это такое. Где-то в окрасе открылся разлом хаоса. Откройте глобальный. У, круто. Ну что, может быть попробую. Да нет, давай вот страж печати. Вот у нас обычная стойка умения. Бижутерия. Самоцветы. Применить все. Все указано на этом экране изменения в навыках. Будут применены автоматически. Окей. Да что ж такое-то? Опять мне здоровье накинули дофигища. Теперь 100 тысяч. О, май. Так, кучу самоцветов надавали, надавали, надавали. Все это мы награды. Награды забираем. Теперь, теперь квесты, друзья. У нас есть какой-то квест интересный, приглашение Геральда Теона. Он начинается у нас в Лютеране. Отправиться нужно в замок Лютеран. И если нажать на карту, то... То, 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 где это? Ага, вот замок Лютеран. А где мы с вами? Давай, давай. Далим карту. Это в Лютерии. А мы с вами, мы с вами. Боже мой. Мы в Валдайке. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. В Холинаре. Так, у нас есть порт. Мы можем отправиться сразу же в порт. Наши свободные приключения. И поплыть. Только плыть, наверное, придется долго. Ну, давайте посмотрим. Мне очень нравился порт. Можно ли как-то быстро? Прочное судно уменьшается по мере плавания и участия в различных морских событиях. Порталы. А что порталы-то? Ну, наверное, это нам не надо. Кораблики. О, смотрите-ка, у нас тут есть Джонка. Такая вот. Ледокол. О, ничего себе, так выглядит прикольненько. А другие? Другие что-то заблокированы. Помогите нуждающемуся на райских волнах, чтобы получить каравеллу. Ну, какой-нибудь, ну, конечно, традиционный корабль классный. Это что-то Китая. Китаем отдает этот паровой такой мегадвигатель. Ну, давайте вот этот вот, что у нас тут. Цвет парусов можно поменять. Цвет парусов давайте поменяем. Команда. Благур Хаберг. Пэн. Белая Эйша. Куда без белой Эйши? И Балагура Хаберга. Ячеек больше нету. Так. Команду мы сделали. Модели судна. К сожалению, мне недоступны другие. А еще у нас есть возможности корабля. Подъем затонувших грузов. Бросок гарпуна. Глушающий гарпун. И даже ловля рыбы. А еще можно улучшить корабль. Но для этого нужны материалы. Ладно. Выходим в море. О, как. Поплыли, поплыли, поплыли. Так, а отдалить как-то можно? Так, а если я открою карту? Можно нам как-то? Ага. Выбранный. Так, так, так. Выбранный маршрут отменен. Почему отменен? А как назначить новый? Ладно, я не знаю. Ну, вроде как плывем и плывем. На полном ходу корабль движется значительно быстрее обычного. Пробел. У-у-у. Поплыли. Так, а что такое? Что такое? Что-то остановились. Потому что маршрут нужно поставить. А что-то у меня маршрут как-то не устанавливается. А что у нас здесь еще есть? А ну-ка, а ну-ка. Смотри, можно поднять. Подожди. 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 Что мы получили? Я не знаю. Типа полный ход восстановили, да? Погнали. Жалко, полный ход быстро заканчивается. Если карту открыть. В общем, нам плыть и плыть. Я так понимаю, что нужно плыть именно до порта. Потому что я же не пришвартуюсь где угодно, да? А мне, в общем-то, надо бы в Лютеран. А потом еще из этого самого порта мне нужно телепортироваться в Лютеран. В общем, путешествие и как бы прям вау. В общем, немножечко я поплавал и решил вернуться назад, потому что плыть очень долго. Кстати говоря, здесь есть точка осмотра. Ну-ка, давай посмотрим. Оооо. Корабли заходят в порталы? А почему мне так нельзя? Я очень даже хочу именно так. Заходить в порталы на корабле. Давайте именно это и сделаем. Наверное. Не знаю. Выберем вкладку транспортные корабли и переместимся в Лютерию. Сколько стоит? 13 тысяч серебра. Плюс портальный сбор. Значит, все-таки действительно через портал прямо на корабле. Вот мы в Лютерии уже. Чудесно. Форт Ройл. А теперь... А теперь... Лютеран. Ну и, собственно, перемещаемся. О, кстати, здесь тоже есть этот инструктор. Ино обучающий. Так, перемещаемся прямо вот сюда. То есть можно перемещаться в пределах материка. А чтобы между вот этими материками, там надо транспортным кораблем обязательно. Стальной кулак. Это мы, да. Образы покоритель небес. Это мы. Так, задание выполнено. В Лютеране чудесно, но мне в нашем монастыре больше нравится. Поговорить с Леосиндой. Великое путешествие, уровень 2, прогресс 25. Это отлично. Проходим великое путешествие. Леосинда, привет. О, какая прелесть. Боже. Меня встречают. Жители Лютерии! Сегодня мы воздаем хвалу герою и защитнику нашего королевства. В знак признания великих заслуг я дарую вам земельный надел. Ого! Круто. Я горжусь, что могу называть вас другом. Надеюсь, мой дар придется вам по душе. Конечно, еще бы. Пусть ваше поместье преисполнится благодатью Руфиона. Примите эти ноты. Это песнь благодатного края. Все верно. Министрели солнечного холма сочинили ее для вас. Где бы вы ее ни пропели, тут же перенесетесь в свое поместье. Да? Да? Вот это круто. Песнь благодатного края. Так. Если... Если меня... Исполните F2. Песнь благодатного края. Тут так просто... Ну-ка прожмем. Ага! Вот. Посмотри, сколько тут песен. Тризион. Калинару. Где мое поместье? Эльгасия. Просто песнь волка. События прошлого. Песнь мира. Поместье. Песнь благодатного края. А ну. Красота. Райт хауса. О боже. Выглядит мощно. Какая водичка. Господи. У меня своя вайфу даже в подарок. Боже мой. Адель, привет. Добро пожаловать, Ваша Светлость. Меня зовут Адель. Я экономка. Мне приказано помочь вам с обустройством. Служить вам. Большая честь. Вайфу с госуслуг. Остальные слуги уже ждут возможности выказать свое почтение. Да? Они все будут такими. Так. Это что? Поместный портал. Зачем? Подожди. У меня тут. У меня тут слуги еще какие-то. Линдра. Без шуток. Очень крепкое рукопожатие. Приветствую, Ваша Светлость. Джонатан. Джонатан скромно кланяется. Я имею честь служить вам. Чудо. Жасмин. Алло, Келеверанс. Доброго дня, Ваша Светлость. Злотоборо... Что? Кто это? Я рад вас видеть. Вы спасать... Спасать моих друзей. А ты кто? Здешние люди все светлые, как ручей. Мне нравится. Это человек горох. Остальным тоже. Сегодня очень хороший день. А вдруг Фелиция готовит для вас. Готовить какой-то сюрприз. Ммм, сюрприз это мы любим. Пойдем посмотрим. Ваша Светлость. Какая стать. Какой профиль. Рад вас видеть. А? Они выстроились в форме. Сердечко. О, это так мило. Макока искренне рада вам. Ваша Светлость. Ваша Светлость. Придумайте по месту название. Ведь по месту без имени. Это как король без короны. Ха-ха, ну король себе корону не придумывает. Он как бы ее получает от кого-то. Ладно. Сначала нужно осмотреть поместье. Осмотрели. Здесь ему удастся придумать действительно красивое название. Хотя мы вот к любому привыкнем. Нажмите верхней части. В верхней введите название поместья. Да? Вот здесь. Прямо вот так вот, да? Я не знаю. Что-нибудь типа сойдет. Все слышали? Лучше и не придумаешь. Конечно. Выслушите. Ваша Светлость. А теперь небольшое приветствие. Ну, ребята, как репетировали. И начали. Это же Лондон Бридж is falling down. Причем тут это? Ой, чудо. Рады вас видеть. Окей. Аплодисменты. Круто. Смотри-ка, смотри-ка, смотри. Я похлопал. Я похлопал. Ваша Светлость. Как вам песня? Балдеж. Мы трое суток репетировали. Почти не спали. Да. О, боже. И все же мы очень рады, что наконец приехали. Класс. Что там, молодой? Ваша Светлость рада, что вам весело. Да еще бы. Мне нравится название. Я расскажу об этом остальным, если вы не возражаете. Кстати, не хотите ли осмотреть ваши земли? С маякой открывается потрясающий вид. Ну-ка, пойдем посмотрим. А? А как мне туда? Ага. Осмотреть. Надо посмотреть на поместье-то хоть как. О-о-о-о! Плейбой Мэншин. Отдыхает. Красота. Чтоб я так жил, ребята. За какие такие заслуги-то дают подобные острова? И что там надо сделать? И кому? Супер. Ваша Светлость. Для вашего удобства я упорядочила список дел. В первую очередь проверьте показатель энергии. Что? Опять чувачки фоткать? Это важный ресурс. Для выполнения заданий в поместье. Блин, ну круто, слушай. Прямо поместье. Прямо квесты. Энергия у нас тут где-то есть. Значит, F5. Вы изучаете записи. Показатель энергии по месту отображается по центру в нижней части экрана. Ага, вижу. Я все упорядочила для вашего же удобства. Продолжу все усилия, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Сейчас давайте покажу вам, для чего конкретно используется энергия. Прошу в лабораторию. Тут недалеко, через мост. Это место славится своим чудесным климатом. Она говорит у меня в голове. Если задаться целью, это поместье может стать лучшим в лютерии. Это лаборатория. Нашего смышленого пина всегда можно найти здесь. Что, приступить к исследованию, нажмите на значок лаборатории в режиме управления. Или поговорите с пином. Перейдя в режим управления поместьем, вы сможете сами отдавать распоряжение. Control-1. Опа. Прикинь, что. Изучить производство нового верстака. Пришли в лабораторию. Выберите новое исследование. Новый верстак. Начать исследование. Ну, это быстренько. Как всегда, в самом начале все быстро. Не, ну как? Такая активность, к которой ты время от времени возвращаешься. Эта тема просто супер. Так, новое исследование нельзя. Хорошо, что вы одобрили закупку нового верстака. Теперь в мастерской могут работать над большим количеством заказов одновременно. Приказать изготовить один из предметов прямо сейчас. Разные предметы. Наша Долорес на все руки мастер. Боеприпас, еда, украшения для поместья. И вы сами поговорите с Долорес. Когда находитесь в режиме управления, зажмите колесо мыши, чтобы перемещаться по всему поместью. Можно с помощью ВСД. Попробуйте изготовить зелье глинницкой ведьмы. Окей. Кстати, вот так можно поперемещаться. Класс. ВСД тоже можно. Развитие. Мастерская у нас есть. Зелье глинницкой ведьмы. Изготовить. Ну-ка. Готово. Ваша светлость, к вам гости. У-у-у, гости. Это мы любим. Хозяин Форта Роял, губернатор Карлос Альвара, обещал помочь с наймом матросов. Так, покинут лабораторию и отправятся в мореходный штаб. Где бы это ни было. А, вон где. Матросы нам пригодятся. Не, ну здесь, конечно, так красиво. Я немного беспокоилась, где мы будем набирать матросов для выполнения миссий. Но раз уж сам губернатор Альвара вызвался нам помочь, то поводов для тревог больше нет. Повозка уже здесь, значит, сам господин Альвара прибыл. О, здрасте. Господин Карлос, спасибо, что навестили нас. Новое поместье? Как же наслышан. Рад, что Карлос Альвара оказался его первым гостем. А эти молодцы — лучшие матросы из Форт Рояла. Они сослужат вам хорошую службу. Клэп, клэп, пошел. Губернатор Альвара оказался очень приятным и дружелюбным. Слышал, он считает, что вы соперники. Говорят, он считается соперники. Ага. А у мой друг, ах, вот оно, что буду иметь в виду. Переду к миссии. Своего рода морские экспедиции, можно сказать, что они приносят основной заход по местью. Если хотите взяться за исполнение миссии, сначала нужно зарегистрировать по местье соответствующее судно и команду. Не забудьте поставить подпись на контрактах моряков в рюкзаке. Помните, что без регистрации судно не сможет выйти в море, а команда не станет браться за миссию. Угу, угу. Контракты моряка. Что за подпись я должен там поставить? Остин. А, то есть я должен нанять его камеру. Понял, понял. Так. Теперь я нанял. А, теперь, ну, что? Изучить достройку брига. Брига. Штаб. Ага, и копыта. Особой миссии. То, что нет подходящего корабля. Ну, правильно. Нужно... Нужно достройку брига. А где мы можем сделать достройку брига? Поместье. Кулинария. А... В развитии? Да, в развитии. Начать исследование. Сколько оно там? Быстро и завершение. Ну, ладно. Чун, 10 секунд не подождем. Подождем, конечно. Корабль песни ветра становится доступным. Отлично. Выбрать обычную миссию. Штаб. Вот она наша миссия. Рога и копыта. Выполнить миссию. Стоп, 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 стоп. Нет. Как ее отменить? Как ее отменить? Нет. Как ее отменить? Ой, лошара. Там был шанс завершения. Итоги миссии. Что? Что? Все нормально? Все получилось? Там же был шанс ноль. Да? Ну, ладно. Окей. Окей. Легион тьмы. Срочная миссия. Похититель детей. Что-то трофейный пуш. Похититель детей. Что там происходит? Выполнить миссию. Подобрать команду. Шансы успеха. Так, вот. Ботсман. Как ее? Забрать команду. Взять на борт. Отлично. А это что, 1% какой-то? Это 11%. Устойчивость к землетрясению, что ли? А. Тут заблокировано. Можно еще пэта взять. А, не выучил пэтов. Ну, ладно. Надо будет сейчас выучить пэтов. Выполнить миссию. Шанс успеха 12%. Это же невозможно. Даже не получится. Ладно, подожди. Я не буду пока никого-то никуда отправлять. Давай выйдем. Позвольте рассказать вам о торговцах. Конечно. Путешествуют по континенту, заключают контракты. За выполнение миссии репутация будет расти. Можете обмениваться с торговцами предметами. Если вы заключите торговый контракт прямо сейчас, торговцы появятся и в нашем порту. То... Контракты. Исследования. Первые знакомства. Великое путешествие. Уровень 3 у нас уже. Ну-ка, давай сейчас посмотрим. Отлично. Скоро будет уровень 3. Награды. Особый ларец. Сертификат. И в прем наградах. Ух там, сколько всего. Удочку, кстати. Надо будет попробовать рыбку половить. И еще прем на недельку. Круто. О, вот и торговец. У разных торговцев есть разные товары. Чтобы начать торговлю, сперва нужно подписать договор. Что вы там с своими договорами все время? Заключившие договор торговцы будут время от времени посещать поместье. Удобно тебе? Начнем торговлю. Так, совершите покупку у портового торговца. Загорский самоцвет. Так, спойдем. Где он у нас там? Кстати, где у меня инвентарь-то? У меня были здесь пэты. Вот. Шустрик. Желтоперый кликатун. Типа ламы какой-то. Снежный волк. Тут еще есть разные божьи коровки. Я хочу себе. Я хочу себе. Красную божью коровку. А еще скакуна. Вороной, белый. Белый хочу. Белого хочу. Ой, класс. Так. Где мой транспорт? Здесь можно призывать транспорт? Транспорт! Ну-ка. А если мне повезет? Ээээ, что там? Отметьте хотя бы одно как избранное. Почему он серый? Он же не серый. Ладно, ну-ка, призову его. О, круто. Поскакали. Так, а... Ой, шустрик. Он сам появился. Допольно. Это... Это и есть торговец. Это... Поучтивее со мной давай. А то я не... Чуть что не по мне, сразу за нож хватаюсь. Не понял. Ну, пошел вон отсюда тогда. Загорский самоцвет. Окей. Рецепт тисовая скамья. Я, пожалуй, тоже приобрету. Раз уж зашел. Хорошо. Теперь пройдемте в особняк. А не вон тоже стоит кое-что узнать. Посмотрим спальню. Следуя записям в томе Рунарта, мы подготовили места для установки разных объектов. Каждая из них обладает полезным эффектом, который распространяется на все поместье. Так, Том Рунарта. Ячейки эффектов. Эффекты не выбраны. Вместить предмет в ячейку, чтобы применить его эффект. Ну, у меня тут ничего-то ничего нет. Наряды еще какие-то тут есть разные. С помощью Тома Рунарта вы сможете самостоятельно управлять особняком. Все просто. Требуется лишь поместить нужный объект в свободную ячейку. Сама давай там. Сделаю все, что моих сил. Конечно, я рассказал все, что необходимо знать. И напоследок вы попробовали повысить уровень лаборатории. Чем выше ее уровень, тем больше исследований можно проводить. Отлично. А где же там уровень-то? Контрол 1. Лаборатория уровень 2. Да, начать исследование. Поехали. Оно, кстати, тоже быстрое. А можно ли у меня в поместье прямо здесь ловить рыбку? Это мне интересно. Хорош. И тут прямо открыто, открыто, открыто. Ой, сколько. А шестой уровень поместья открылся. Лаборатория завершена. Так, поговорить с ней снова. Че так? А ну да, я же. Я же в этом режиме. Я не слишком быстро рассказываю. Не-не-не, все отлично. Я рад, что ваша светлость так быстро все запоминает. Как бы то ни было, на этом официальная часть почти закончена. Официальная? Да, тут пришло письмо из Лютерана. И что? К нам едет гость из Королевского дворца. Письме подчеркивает, что визит неофициальный. А потом следует дворцовому протоколу необязательно. Но мы со слугами все равно подготовимся. Оу, оу, оу. Руэт. Вижу, вы обустраиваетесь. Ну так. Уверен, у вас все получится. Ну а мы в Лютеране решили приготовить небольшой подарок. Боже, сколько хавки. Это будет отличный пир. Да, без стульев, конечно. Но нормально. Мы люди не гордые. Король Силиан лично навестил вас. Мне кажется, это хороший знак. И еще бы нифига король пришел. Работа, непочатый край. Я на вас рассчитываю. Сделать все, что в моих силах. Супер. Клуб лордов? Что там за клуб лордов? Теперь вы можете использовать меню клуба лордов. Милиция. Что ты там хочешь? Паша, светлость. Могли бы вы разместить здесь что-нибудь, что пойдет на пользу всему поместью? Зачем? Сейчас мне много говорила о бокалейной палатке. Что касается других построек. Ведь много где побывали. Хотелось бы посмотреть на ваш трофей с путешествий. Режим планировки. Шелкнуть по объекту. Становить на свободном месте. Давай. Так, и что у нас там? Есть что вспомнить. Кстати, это входит вообще в великое путешествие? Я даже не знаю. Наверное, входит. Посмотрим. 300, 500. Где у меня задания тут все? А, ну вот, да. Что за судьбоносный день? Это я, конечно, не знаю. Есть что вспомнить. Так, давайте-ка сделаем. Ну, оно такое прям... Оранжевенькое. Значит, важное. Выбираем мастерскую. И любой предмет. Ну, допустим, фонтан. Очень неплохо. Целый час будет делаться. Пойдем, моя женщина. Требуется ускорить. Жетон управляющего поместим. Сократить время сгаля на час. Ну, давай. Производство завершено. Ох, че. Так. Во, великое путешествие. Уровень 3. Достигнут. Открыть режим планировки. А как мне? Может, я уже в планировке? Да нет, тут исследования. Кстати, тут нужны ресурсы, ресурсы и так далее. Так, а если я выйду отсюда и зайду? Вот. Теперь в планировку я зашел. Интерьер. Игры? Не знаю. Монстры, объекты. Персонажи. Транспорт. Зеленая равнина. Каменный остров. Что такое? Где объекты-то? Ладно, друзья. Давайте мы с вами отправимся куда-нибудь. У, поместный портал. Тут даже есть поместные порталы. Пойдемте куда-нибудь отправимся. К другим приключениям, так сказать. По другим квестам. Соответственно, выйти. Да? Желаете уйти? И возвращаемся обратно в жестокую реальность. Так, я в Холенаре. И нашел задание под названием В поисках утраченного ковчега. Тут вот что-то мы... Найти ковчег. Вот это вот есть задание сюжетное. А там было. В поисках утраченного ковчега. Так, пойдем глянем, что это у нас такое. Что оно из себя представляет. Сколько судит, мудрец? Стой! Наконец-то я вас нашел. Ага, ага. А что такое? Меня зовут Хегун. Помощник мудреца. Ага. Поставник велел найти вас. Угу. Зачем ты меня искал? Новости. Письмо. Распишитесь вот здесь. Ага. Расписался. Благодарю. Так. Прочитать письмо Веродина. Это задание нельзя выполнить одновременно с аппетитационными заданиями. Ну ладно, хорошо. Письмо. Ну-ка, прочитаем. Боже мой, оно огромное. В чем смысл? Пора смыслить этим письмом. Да? Правда? Есть такая кнопка. Пора смыслить. Почитаем покинуть Валдайк. Угу. И где я могу поразмыслить над этим письмом? Попричите колончик с номером. А? Если вам нужна помощь, обращайтесь. А вот здесь вот. Вы упорядочиваете свои мысли. Так. Приводим мысли в порядок. Каким образом с утраченным ковчегом связан вулкан Антарас? Что если ключ находится в Крузоне? Все слишком туманно и запутанно. Встретиться с Беатрис. Песнь Тризиона. Так, ну-ка, давай, давай, давай. Интересно. А ну-ка. Возвращаемся в Тризион. Это как Зион, только его три. Судьба вновь. Я чувствую, как сила Казераса растет с каждым днем. Демоны готовятся к полномасштабному вторжению. Опа. Земля окраси пропитаны кровью, воздух страхом. Я знаю, зачем ты здесь. Ты ищешь ключ. 500 лет назад Тезда заточил в Антарасе тело извергнутого Казераса. Неужели ключ может находиться в таком месте? Прошло много времени. Аура утраченного Ковчега слаба. Раньше я чувствовал, но теперь нет. Это когда? Когда ключ хранился в Кай Ангеле. Руфион доверил его Лозеннисом после того, как он исполнил свою роль во время первого разлома. 500 лет назад Лютеран использовал ключ, чтобы высвободить мощь Ковчега и победить демонов. В тот день моя судьба изменилась, и не только моя. Последний Ковчега обретет ключ. Я знаю это, но сейчас в моих силах лишь следовать за нитью судьбы и направлять тебя. Сейчас эта нить тянется в Лютеран. Спасибо тебе. Судьба это сила, мы должны ей покориться. Помни, я всегда рядом. Путь, который избран тобой, объединит многих. Погнали. Отправляемся в Лютеран. Ну, обратно в смысле. Путь мастера тоже еще один из наших вариантов уникальных событий. Так, мы сейчас... Мы сейчас в Кулинаре. Транспортные корабли. В Лютерии. Снова меня направляют в Лютеран. Да что ж такое-то? Так, а теперь... По следам ключа. Это у нас где? А, вот здесь. А... Кстати, а как мне попасть в мое поместье? А, песни, конечно же. Но это потом. Я просто пока ходил, нашел, что... Фонтан был у меня в инвентаре. В Лютеране чудесно, но мне в нашем монастыре больше нравится. Ну-ка. Тут прям что-то эпичненькое назревает. Угу. Этот вопрос требует вашего личного участия. Да, Ваше Величество. Мы давно не видели его таким серьезным. Ты здесь? Что происходит? Это письмо пришло из Шиакрии. Прочитай. Так, 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 так. И будут беззаконные извержены. Каждому воздастся. Шиакрия не может оставить без внимания то, что случилось во Флетче. Они инициировали церковное расследование. Это плохо. Но хуже то, что у нас нет времени подготовиться. Вы слышите в его голосе тревогу. Без мотра, когда делегация уже вышла из Шиакрийского порта. А значит, жрецы будут здесь со дня на день. Если не с минуты на минуту. Что делать? Мы поступим так, как поступают люди, уверенные в правильности действий. Так. Отсюда спешка. Цели посланников столь же далеки от воли света, как и цели епископа. Я должен оповестить других, Эзда. Беатрис направила меня в Лютеран. Значит, взор созерцателя направлен на Лютеран. Это как связано с утраченным ковчегом? Вы нашли своего голоса. Ты в порядке? О, что? Прислушаться? Вы меня слышите? Да. Приступ к головной боли. Прям, кажется, кто-то пытается вторгнуться в ваш разум. Очень странное чувство. Если ты считаешь, что сейчас неподходящее время об этом говорить, я пойму. Нет, меня отвлек голос. Что за голос? Тебя много свалилось за последнее время. Ты переусердствовал. Отложим разговор. Да? Перевести дух в рыцарских покоях. Отдых вам не повредит. Где это? Рыцарские покои. А, так это рядом вообще. Или это просто через портал? Да. Через портал, походу. Это правда, что шакрия направила в людей? Ваше благородие. Прошу, скажите, что все будет хорошо. Если вы не угодны церкви, плохи ваши дела. Держи свое ценное мнение при себе. Спасибо. Лор, конечно, тут мощный. Вы испытываете страх, тревогу? Нет, это нечто иное. С чего вы вдруг? Прислушаться к своему состоянию. А? Как я это должен сделать? Давно вы не видели свое лицо настолько бледным. Мысли путаются. Где ковчег? Лютеран. Подумать над шариакритским посланием. Слово разыскание у стакшей акрицы всегда звучит как угроза. Они этим синонимом заменяют слово инквизиция. Прислушаться к себе. Голос вернул вас в замешательство. В попытках понять, что он хочет донести, вы лишились контроля над чувствами. Лучше вам отдохнуть. Теперь ты понимаешь, Аман? Ковчег. Ковчег спас наш мир от великого зла. А потом он исчез, да? К сожалению, это так. Слуги церкви, возомнившие себя богами, поплатились за гордыню. А избранник высших сил унаследовал Ковчег и победил Казераса. Однако, если печать, которая сдерживает Казераса, падет, для нашего мира вновь настанут темные времена. А что... А что, если кто-то найдет Ковчег? Тогда нам будет не страшен ни Казерас, ни его тьма. Ведь так? Да, именно так. Где же он? А вот утро. Еще в детстве Аман хотел найти Ковчег, чтобы спасти мир. То, что вы видели, больше похоже на воспоминания. С ним покидает ощущение опустошенности. Ваши раздумья прерывают шум снаружи. Что такое? Ну, вообще, крут. Заставки, что-то какие-то. Вас разбудил шум, ваше благородие. Сток сюжета. Класс. Делегация шиакрийских жрецов прибыла во дворец. Обычно священнослужители ведут себя скромно, но не в этот раз. Они затребовали немедленной аудиенции с его величеством. Угу. Где они? В тронном зале. Они подозревают короля в ереси? Нифига себе. Ваше имя шиакрийцы тоже упоминали. Но его величество велел не тревожить ваш покой. Вы слышите? Даже на заседаниях Королевского Совета так не кричат. Хотя споры между законодателями вспыхивают постоянно. Мне страшно, ваше благородие. Я не хочу, чтобы нас постигла судьба жителей Бойерморхена. Да упокоит Руфион их невинные души. Угу. Обещайте, чтобы идти преданным, чтобы не случилось. Ваше величество, вам придется четко обозначить свою позицию. Можем ли мы считать лютерию оплотом праведной веры? Или королевство отвернулось от воли света? Ой, что творится. Не нравится мне это. О, мы вас заждались. Что ж, теперь все в сборе. Не смей так говорить с моим королем, шиакрийская... Выспались, ваше благородие? Это хорошо. Силы вам пригодятся. Я епископ Лазареву, посланник Священной Империи. Мы с вами не виделись прежде. Хотя случаев познакомиться было немало. Неужели вы думали, что шакри закрыт глаза на резню, которую вы устроили во Флетче? Слова Спасителя Мира опьяняют, но чувство собственного избранчества ведет к гордыне. Кем вы себя позомнили, чтобы вершить суд над праведными сынами церкви? И вы, король Силион, должны понести ответственность. Приберегите оправдательную речь для церковного суда. И намерен отправить шакри в подробнейший отчет. Прискорбно остановит тот факт, что правоверный народ Лютерии, корнями уходящей из священной земли Артемиса, подвергся пагубному влиянию богоотступников. После событий в Боро-Морхене мы надеялись, что Лютерия очистится от ерести и вернется в лоно церкви. Но король Силион избрал другой путь. Вы вместе учинили жестокую расправу над епископом Антонио и другими жрецами. Шакри ответит на это преступление решительным образом. Я квалифицирую ваши действия как ересь и чихтайшее преступление против веры. Оспорить. Вы требуете не искажать факты. Мне жаль, что действия королевского рыцаря и мои собственные бросили тень на всю Лютерию. Мои подданные верные слуги Руфиона. Шакри не стоит в этом сомневаться. Что касается обвинений, я готов соблюсти все необходимые процедуры. Прошу прикажите палатинам сложить оружие. Я настоятельно советую вам следить за словами ваших действий. Мы ведь не хотим, чтобы произошло нечто непоправимое. Валить с селянами. Шакрицы привыкли говорить с позицией силы и нравственного авторитета. Но епископ Лазарио ведет себя слишком дерзко. Мы не должны поддаваться на провокации. Люди во дворце и так напуганы, а слухи об обвинениях в ересе уже расползаются по городу. Я уведу жрецов и попытаюсь сгладить ситуацию. Настолько, насколько это возможно. А что мне делать? Ты возвращайся в покое. Я хочу с ней... Лучше забрать письма. Так. Ага, знакомые имена на конвертах. Я пришлю за тобой. О, как. Как бы и выщипал этому говнюку епископские усики. Я это взлух сказал? Десница короля должен держать лицо даже, если в него брызжет слюна шеакрийского щенка. Как говорится, король терпел и нам велел. Амихан молодец. Раздал понять, что с ним не забалуешь. Пусть знает, что мы можем спустить на них злобного загорского урса. Как ему помочь? Так-то. Они требовали выдать тебя. Селену удалось все уладить. Он явно не хочет, чтобы жрецы получили к тебе доступ. Дай Силиану время. Он сам с ними разберется. Это пока займись другими делами. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Сейчас нам надо успокоить людей. Чакрийские мантии внушают не только благоговение, но и страх. Особенно, когда они допрашивают тебя о связях с Иритиками. Пообщайся с горожанами. Если берешься разбирать корреспонденцию, будь уверен, что изучил все за последней точки. Чего там? Как такое возможно, что королевского рыцаря и его величество обвинили в ереси? Вы правы, это какое-то недоразумение. Я сужу по вашим поступкам, а они добродетельны. Говорит со стражником, еще с лютерийским торговцем и экономкой Мелиндой. Надо их всех успокоить. Да я в самом пропащем кабаке не слышал такой брани, какой нас шиакрийцы обложили, когда мы не пустили их к вам в покое. Моя душа принадлежит богу, а меч королю Силиан. Как думаете, будет война между лютерией и шиакрией? Хм, торговые люди должны учитывать все риски. Сами понимаете. Уладина вспроводили в порт? Наказание за ересь? Сожжение на костре? Как все прошло, ваше благородие? Силиан все уладил. Хвала небесам. Наш король ведет себя мудро. Что там за письма такие? Чуть переглянулись они там. Так, и? Преклятые святоши сидели в своих келях и грехи замаливали. Им бы только других получать, а сами-то что? Закупают шнапсы медовуху, а проводят все как церковный когор. Так, 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 так. Прочитать письма, проверить. Прочитайте письма. События во флече лишь повод. Нужно вести себя осмотрительно. Что тут еще? Последнее письмо. Свидетельствовать в нашу пользу. Нужно связаться с теми, кто будет свидетельствовать в нашу пользу. Противопоставить доказательствам свидетельствам очевидцев. Сжечь письма в камине. Вы думаете, к кому обратиться за помощью? Хм. Кто помимо вас и Силена будет непосредственным участником событий во флече? Так, а я должен тут додуматься, да, или что? Аман? 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 Федерико? Я не знаю. Надо бы еще как связаться с Аманом. Федерико. Написать письмо Федерико. Так. Зовем экономку. Вы меня звали, ваше благородие? Вам требуется моя помощь? Да, отправь письмо. Чую минуту. Буду для поручения. Снова уголокружение. Ваш благородитель, что с вами? Прошу прощения, все нормально. Выглядите устало. Вам стоит отдохнуть. Делегация все еще не покинула дворец. Еще кое-что что. Я все лишь служанка, мое дело... Ага, ага. Так. Иногда мне кажется, что вы стесняетесь обращаться ко мне по пустякам, а зря. Спасибо за доброту. Если других поручений нет, больше не задерживаю вас. Приятно осознавать, что кто-то искренне переживает. Можно передохнуть. Пришло время прощаться. Путь странствующего жреца Тернист и полон опасностей. Но ты совсем справишься. Стой! Не подходи к нам! Моя мамаша ведьма! Маленький мерзкий террор! Не разговаривай с ним, иначе тоже станешь вешеным! Мы доставим его в шакре! Прости, что оставила тебя одного. Спасибо, что верите в меня, понтифик. Я буду следовать за светом. Так же, как моя мать. Я пройду этот путь за нас двоих. Как спалось? Вот мы и встретились. Это он говорил. На вас лица нет. Что-то не так. Голова кружится. Это ничего страшного. Скоро пройдет. Ты призрак. Я наконец-то нашел вас, искатель. Аман? Меня зовут Аман, пока что. Точно копия маленького Амана. Как такое возможно? Ааа, может просто пришло время? Может я так сильно хотел познакомиться с искателем, что желание сбылось? Очень нравится история, в которой герои изгоняют тьму и спасают мир. Пожать руку. От вас исходит свет, вы не утратили его, хотя путь был тернистый и извилист. А что у вас гости? Как ты себя чувствуешь? Вы пытаетесь ущипнуть, Селена? Не переживайте. Я тут подожду. Я ущипнул. Я не настаиваю, но может все-таки пригласим лекаря? Нет, братан, все нормально. Ты тоже видишь маленького Амана в углу? Маленький Аман? Ему можно сказать. Что-то вроде видения или что? Он появился после моего пробуждения. Ясно. Ты слышишь голоса, которые не слышат другие? Ммм, шиза. Кстати, письмо Федерико отправлено. Это хорошая новость, но мне не стоило нагружать тебя заботами. Ага. Он имеет доступ к информации. Короче, да. Правильно, мы заручились поддержкой. Шакрия? Ммм. Шакрия недостаточно официальных извинений и нового союзнического пакта между Лютерией и Священной Империей. Они отвергают даже самые выгодные предложения. Их цель – возмездие. Они хотят наказать не только меня, но и моих подданных, и тебя. Мы не допустим расправа. Не допустим, трагедия не повторится. Наши союзники тоже считают, что Шакрия должна сначала покаяться в своих грехах. Они обвиняют нас в ереси. Видит Бог, я пытался найти компромисс. Но Шакриицы настроены категорично. Боюсь конфликта не избежать. Епископ Лазарио ждет в тронном зале. Я сообщу ему, что ты чувствуешь себя неважно и присоединишься к нам позже. А вы что же? Пропустите встречу с Шакрийскими жрецами? Хочешь пойти со мной? Да, конечно. Прикольно. Нет смысла спорить с видением. Понятно, он бы в любом случае пошел со мной. Я отправила письмо ваше благородие. Спасибо. Будет здорово, если вы расскажете мне побольше про Лютерию. Здесь так много людей. Послушайте речь. Быстро вы поправились. Не стоит доверять этим жрецам. Епископ Лазарио, мы уважаем священные законы Шакрии. Селен говорит жестко, но без прямых угроз. Прошу вас уважать презумпцию невиновности. Как же отчаянно король Силион пытается вас защитить. Рыцарь Лютерии, вы убили Шакрийского епископа, но вместо того, чтобы раскаяться в содеянном перед посланником священной империи, вы прячетесь в своих покоях, как крыса, загнанная в угол. Вам известно, какое наказание предусмотрено за преступление, которое вы совершили? Признаете вину, и вам будут дарована милость очистить душу в огне. Спасибо вообще, конечно. Так, атмосфера наколена до предела. Обличить епископа, обвинение. Обвиняю тебя. Обвиняю тебя. Вот, вот так, прям в лицо тебя обвиняю. Я подтверждаю каждое слово рыцаря. При всем уважении к церкви, деяния некоторых ее жрецов далеки от праведных. Епископ Антонио в ответе за похищение Деронов и те чудовищные эксперименты, которые проводились над ними в подземельях Санта-Игнис. Ответьте мне, епископ. Такова ли воля Шакрии? Подбородок едва заметно вздрогнул, как будто сдержал улыбку. Похищение Деронов вне закона. Эксперименты с Сильмаэлем тоже. Епископ никак не реагирует на слова, но на его губах проступает улыбка. Вы выдвигаете серьезное обвинение. Ваше Величество, но без должных доказательств, они не имеют веса. Я бы сказал даже, что они свидетельствуют против вас. Ведь попытка очернить праведного раба Божьего равносильное изменение. Довольно, события во Флотче стали последней каплей. Что вы имеете в виду? Думаю, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. В вашей руке обогрены крови Шакрийских жрецов. Не так давно был убит Вильгельм, архиепископ. Целый Шакрийский корпус сгинул в диких землях материка. Угадайте, кто в это время находился в Ровне? Не держите нас за дураков. Помните, Томиас и Дави Мара? Выдающийся был инквизитор. Шакрий направил его в Буэр Морхен, чтобы он оскоренил ростки ереси. Он был убит, как и десятки других жрецов. Аман, святоотступник. То, что он ушел вслед за демоном, лишь лично меня ничуть не удивило. Это его истинная единственная сущность. Он не мог поступить иначе. Вместо того, чтобы выразить соболезнование церкви, его всеуслышание назвать виновным, вывернули все наизнанку. Придумали историю, в которой Шакрийские жрецы представлены палачами. Эта омерзительная клевета распространилась за пределы королевства. Вы и были ее источником. Этерия процветала при короле Эрхарзе. Вы и Дерона Аман помогли Силиану захватить власть. Король Силиан. А это я ему типа отвечаю. Именем Руфиона и власть в данной мне священной империи, я созываю церковный трибунал. Упа. Я выступлю обвинителем. До встречи во Флетче. Настало время пролить свет на все ваши преступления. Как же они дышат. Значит, церковный трибунал. Шакри не ищет истины. Их единственная цель устроить над нами расправу. Хотят установить политический контроль над Лютерией. Лютерия будет выброшена из противостояния с демонами. Ммм, звучит странно, но я рад, что тайные намерения наконец-то стали явными. Сейчас меня больше беспокоит твое здоровье. Когда я услышал о твоем видении, сразу вспомнил мемуары Лютерана. Ага. Лютеран описывает необычный сон, а следующее очень реалистичное видение. Тебе это стоит прочитать. А что насчет Флетча? Так. Я позволил шакрицам устроить расправу над своими подданными в Буэрморхене. Я вынесу уроки из этой трагедии. Прошу, загляни в библиотеку, потом отправимся во Флетча. Мерковный трибунал? Найти подсказки в королевской библиотеке. Слушай, ну прям интересно. Прям сюжет. Класс. Еще бы кого-нибудь завалить. Вообще было бы шикарно. Так, где королевская библиотека-то? Сейчас мы через эти, через квесты посмотрим. А, вот где она. Ну-ка, давай туда протанемся. А это что за квест? Это руководство, ясно. Нет, это инструктор. Подождите, подождите. Да блин, я не то отслеживал. Вот где она находится. Господи. Так. Вот сюда. А королевская библиотека-то у нас что? Соблюдайте тишину. Блин, как инстанс. Телин сказал, что в мемуарах упоминается необычное видение. Войти. Пойдем. Это инстанс? А почему библиотека-то инстанс? А вот и вы. Сражаться с кем-то будем? Не понял. Говорит с Аманом. Нелегко вам приходится, да? Жрецы, которые были во дворце, желают вам зла. Я сразу это почувствовал. Жаль, что те, кто служит свету, не способны увидеть свет. Очень, конечно. Проникновенно. Слышал, что сказал епископ? Да, по-моему, он нисколько не сожалеет о погибших. Я думаю, в каждом человеке есть свет. Но если ты переставишь к нему обращаться, он угасает это и неизбежно погружаешься во тьму. Все будет хорошо. А вы сильно... А если вы сильно переживаете, давайте я вас кое-чему и научу. Напишите на ладони свои тревоги и страхи, а затем сожмите ладонь в кулак. Теперь произнесите заклинание. Мои страхи маленькие и слабые, а я большой и сильный. Аминь. Внутри старой книги пульсирует свет. Я люблю книги с картинками. А вы? Так. Мемуары Лютерана. Ну что? Нашли, что искали? Мемуары. Да, я прочел на корешке. Здесь так много книг о прошлом, настоящем и будущем. Я люблю читать книги. Смотрите-ка. Эта книга тоже светится. Светится. В уголке стоит потертая книга. Мне часто снится сон, которым я погружаюсь во тьму, а потом передо мной возникает видение, окруженное золотым свечением. Я вижу прошлое, которое не принадлежит мне, чужое прошлое. Но чаще мои собственные печали и горести, оставшиеся в прошлом, предстают передо мной во снах, как наяву. А, это еще кто? А, вижу, вы уже определились с выбором. Леопальдина? Говорят, Эзда Лютеран надиктовал свои мемуары перед самой смертью. Очень важная цитата, на мой взгляд. А вот еще. Повицырь? Сюда, искатель! Воу-воу. Ух ты. Смотри, куда перенесся. Да рассеется тьма. Ммм, да Аман. Я вижу, вижу! Да благословит вас, Руфион! Вы видели невероятно! Куда творится? Да, он просто заклинание исцеления обычно использовал. Не лжец, а жрец. Пожаловать господин Аман. Вы здесь? Просто Хилл прожал, что ты. Если бы не господин Аман, я бы погиб. Спасибо, вы спасли нас. Пусть дорога даетесь и будет легкой. Я в порядке, Аман. Увы, только я. Наши братья погибли, выполняя свой долг. Кору-джи. Духи шепчу, а я, что человек из-за того, что не забудут мою помощь и хранят вас. Только заставок, сюжет вообще. Класс. Все еще озвучено. Так-то лучше, Деру. Приятно видеть твой истинный облик. Осколки найдены. Я знал, что у вас получится. Странное действие было. Ковчег. Видельно створилось, но чувства никуда не делись. Так. Вы в порядке? Сделался глубокий вдох, вы привыкнете. Ты тоже это видел? Да. Так. Путь, который вы избрали, и который избрал вас, пронизан теми чувствами, которые вы сейчас испытываете. Прочтите книгу. Светящаяся страница. Глубокие душевные переживания, просекающие из прошлого. Окутанные золотистым свечением. Они взывали ко мне. Я откликался. Это похоже на резонанс. Резонанс. Хорошее название. Надеюсь, Эсда Лютеран обрел покой. Вы нашли то, что искали? Ты порождение резонанса? Резонанс? Значит, так Лютеран это ощущал. Ты настоящий Аман? Да, меня зовут Аман. Я скучал по вам. Вы это тот, кем я хотел стать. Я много раз представлял себе, какого это иметь друга. Вы рады? Я справлюсь. Слава богу. Это непросто. Поэтому мне так радостно на душе. Мне кажется, вы полностью меня понимаете. Но вы несчастливы. Вам нельзя сдаваться. Продолжайте путь. Свет судьбы укажет вам путь. Я помню эту сцену. Я это в прошлом, когда играл, я видел. Там жесть вообще. Столько мирняка погибло. Что оставил от тебя одного? Жрец Аман. Такова божественная кара. Не стоит оплакивать грязных еретиков. У нас приказ сопроводить вас в Шиакрию. Не тут его расфигачило. И он всех минусанул и стал вот таким. Аман! Что произошло? Это жрецы убили людей? Или... Аман ответь мне. Жрецы их убили, да. А он убил жрецов. Не молчи. Ты самый святый человек. Твоя мать. Любовь его. Мой любимый сынок. Нет, вы же не знаете. А нас бы все знают. Ты же знаешь. Что? Садись на вас. Ах. 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 Вы ничего обо мне не знаете. Какие недуги, помимо фитранийской язвы, они принесли в наш мир? Мне страшно об этом думать. При чем тут язва фитранийская? Не знаю, Влад. Что с тобой? О, Силен здесь. Аморгаться и поговорить с Силеном. Силен с тревогой смотрит на вас. Так, где он? А? Маленький Аман исчез. Снова видение, да? Это и без того тревожный симптом. А то, что они учащаются, плохая тенденция. Ты не контролируешь себя и в любой момент можешь потерять сознание. Опять Аман? Получается, он показал тебе взрослого себя в момент, когда он принял судьбоносное решение и покинул нас. Не понимаю. Тебе удалось ознакомиться с мемуарами? Резонанс, да. Никогда не встречал этот термин. Возможно, на это что-то вроде испытания, которые выпадают на долю избранников Ковчега. Думаю, рассказывать о твоих видениях госпоже Захре. Корабль до Флетча уже готов. Ха-ха. Какая неожиданная смена кадров. Я что-то подумал. Рекламка какая, да? Не мать шум. Силен? А где Силен? А Силен не прогрузился. Говорит, Силен он у входа в библиотеку. Слово говорит на меня закон, но мое сердце мне давно не было. Вы двое можете постоять за себя, но сопровождение рыцарей лишним не будет. Так, и что? В Дископ Лазарио прибыл в Лютеран с отрядом паладинов, потому что готовился к нападению, пусть и юридическому. А если нападаешь, должен обеспечить себе защиту. Я не хочу нападать на Шиакрию. Я верю, что в Священной Империи немало истинных слуг Урфиона, которые готовы выслушать меня. Прибыть во Флочи в сопровождении половины рыцарь Скворта не лучший жест. Я же принял решение, нам не потребуется сопровождение. Ну ладно. Так. Наша поездка будет иметь серьезнейшие последствия. Действовать будем по ситуации. Говорит со стражником у входа в библиотеку. День добрый, ваше благородие. У нас тут обычно тихо, а сегодня такая суета навелась, что я даже сперва не понял, что стряслось. Услышал про Флэч, подумал, может, я увеличу, что хочет передать туда книги. Так. Знаете, я не очень-то большой чтец. Азбуку с гвардейским уставом осилил, и хорошо. Но мне по долгу службы приходится выслушивать библиотечных посетителей. Их хлебом не корми, дай кому-нибудь рассказать, что они там вычитали. Короче говоря, один очкарик сказал мне как-то. Однажды все встанет на свои места. И тогда станет понятно, зачем все было нужно. Потому что все будет правильно. Я уж не знаю из какой-то книжки, но сказано хорошо. Порядок, в конце концов, восторжествует. Потому что такова воля Бога, а вы на его стороне. Вы на его, а мы на вашей. Класс. Судный день. Отправиться в собор Санта-Игнис. Флетча. Теперь должно быть и морская торговля откроется. Говорят, ваньшу чудесные специи. А, то есть мне прямо во Флетче. У-у-у-у. Мы отправляемся во Флетче. Цена билета 3200. На борт. Давай посмотрим, что там за Флетча. Никогда там не был. О, как красиво. Да, посмотри. Балдюш. Я предпочитаю розу ветров. Смотрите-ка, здесь эмали откололось. Сделай. Не проходите мимо. Признание в любви, свадебной речи, некрологии. Пишу все по доступной цене. Прикольно, прикольно. Очень-очень красиво. Типа Венеция. Вообще супер. Такс. Ну, я смотрю, что мы тут что-то прям странствуем-странствуем. И много-много сюжета. А посражаться-то? Посражаться мы... А, смотри, равнины какие-то. Давай вот сюда заглянем, посмотрим. Кля... Что это такое? Могила Клавдии. Не знаю, что это такое. Погнали туда. Может быть, там с кем-нибудь посражаемся. И на этом закончим. А то что-то... Конечно, мне нравится сюжет. Мне нравятся города, мир. Блин, озвучка классная тоже. Эх, вышел Бло Старк, когда я был на 10 лет моложе. Ой, я бы залепал. Только так, ребятки. Только так. А что там? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Вот что это за местечко такое? Ну-ка, сейчас мы туда сходим. Может, покрашиваем кого по пути? А может, сюжет какой? Или квестец какой интересный? Схватим. Я только не вижу, где здесь у нас... Бам-бам-бам. Ух ты. Ну, это обычная автоатака, она, конечно, мало наносит. Кстати, а как нам призвать Катею? Персонаж. Эй-эй-эй. Да, блин. О, а, там надо было удерживать. Бау. Класс. Так. Титул, кстати, еще можно выбрать. Автомат он выдали, искатель, клинок, клинок какой-то. Танцующий в огне. Просто клинок, козырь. Лучший боец, наместник, небожитель. Суровый судья. Нельзя во время боя. Ой, да что в вас? Тысяча молотов. О, красиво, блин. Погнали. Я хочу изменить, подожди. Персонаж. Титул. Где там у нас? Суровый судья. Выбрали. Все. 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 Суровый судья, гид. Погнали. Погнали судить. О, смотри, что за... Приняли стойку. Бам-бам-бам-бам. Балдюж. Класс. Вот. Набираешь очень силу. Используешь те способности, эти способности. Те способности, эти способности. Я вообще туда иду? Нет. И... Нет, я не туда иду. И потом на Z Включаешь вот это вот Золотого дракона. Ну и он, естественно, тебя Усиливает. Мощняцки. Короче, круть. Игра залипушная. Вообще. Даже со всеми возвышениями, конечно. Она, мне кажется, просто невероятно Большой. Это круто. То есть, это прям не минус. Тут, вон, смотри. Сейчас еще осмотрим окрестности. Ой, класс. Саундтреки балдежные. Не, ну будь у меня много времени, я прям залип, реально. Прям залип. Тут столько контента. Круто. Че это такое? Могила Клавдии находится далеко за пепелищем Фривиле. Ее никто не навещает. Только теплый ветерок обнимает ангроби и колышет нежные цветы. Помолитесь о Клавдии, которая отдала свою жизнь ради того, чтобы самая яркая звездочка продолжала сиять во тьме. А? Жрица Клавдия пожертвовала собой, чтобы спасти Амана. Это она вырастила его таким, каким вы его знаете, Дероном. В чьей душе сияет свет. Почтите память Клавдии тихой молитвой. Молитва. Грустно, конечно. Но особенно вот этот сюжет был прям мощный, я помню. Хоть это и давно было, когда я играл в первый раз в Остарк. Когда вот эти вот инквизиторы там завалили столько людей, которых Аман пытался спасти, потом его прям накрыло, порвал этих инквизиторов вообще в клочья. Ну, мощно, мощно, конечно. Очень-очень-очень понравилось. Что ж, друзья, наверное, давайте на этом будем заканчивать, потому что на самом деле мне очень нравится сюжет. Я бы проходил сюжет, проходил и проходил. Боевка, конечно, тоже очень крутая. Давай. Тысячу молотов. Тысяча молотов. Крутые темы. Крутая боевка. Но я бы дальше пошел проходить сюжет, потому что он мне очень нравится. Ну и вообще, сами знаете, больше... Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Круть. Он прям сдох с одного. Нифига себе. Вау. Еее. Ну и монах. Стальной кулак. Мне нравится. Ди-ди-ди-ди-ди. Фуа. Класс. Тут опять какая-то... Тут опять какая-то... Кстати, можно сейчас под конец вернуться в наше поместье. Конечно, обычная автоатака наносит очень мало. Так, как там был F2, да? Поместье давай. Перенесемся в поместье, дорогие друзья. Поставим фонтан. У. Какая тут... Суккупша. У таких боссов побеждаешь. Потом трофей собираешь, помещаешь себе. Так. А... инвентарь. Вот он, этот фонтан. Вот хранилище поместья. Вот фонтан. Собственно, давайте куда-нибудь... Вот так вот его разместим. Сохранить. Готово. По-моему, где-то у меня... Этот квест... Да? Вот он. И сдадим его Фелиции. Как красиво! Спасибо, Ваша Силл. Теперь мы с друзьями сможем здесь веселиться. А где твои друзья? Они прячутся в особняке. Не переживайте, мы... Вы всем очень понравились. Отлично. Ну что ж, друзья. Давайте на этом закончим. Прекрасное место. Прекрасный денек солнечный. Который здесь длится бесконечно. Если что, напомню. Игра полностью бесплатна. И скачивается по ссылочке в описании. А на этом у меня все. С вами был Гедон. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Все ссылки под видео. Всем мира. И до следующей миссии.